Наша задача, вот почему мы, собственно, сделали этот онлайн-курс для начинающих, и сразу могу сказать, что в этом курсе мы не говорим о том, что все, мы сейчас за это обучение научим проектировщика, он пойдет, и сейчас будут сложные системы проектировать, и ошибаться не будет. Конечно, это сложно сделать сразу, потому что все равно многие вещи, они приходят с опытом, но задача вот этого курса все-таки дать базу, которая поможет начинающим специалистам понимать вообще, что надо делать, то есть что, зачем это надо делать, где это надо искать, потому что сейчас, ну, нет таких программ, которые бы им это объяснили, и зачастую молодые специалисты, вот то, что я начала рассказывать, когда я спрашиваю, как вот вы учились быть проектировщиками, они говорят, ну как, ну вот мы пришли, нас устроили на работу, и посадили перед компьютером, сказали, ну давай, проектируем, и все. Ну, понятно, что первое время люди просто рисовали, да, палочки, кружочки без понимания, и потихонечку, потихонечку, год за годом, за вторым, за третьим, они уже начинали, там, даже не за первый год, переходить, там, если хотели, конечно, переходить уже в стадию того, что пытались разобраться вообще, а что это, зачем это, и что это за кружочки и палочки, вот. Поэтому у нас задача очень простая, вот этот курс, мы хотим дать эту базу, основу, помочь людям разобраться в этих, ну, в том, что они делают, да, то есть задача элементарная, из рисовальщика, если грубо говоря, да, потому что все-таки есть такой термин, да, вот, из рисовальщика превратить человека в думающего и понимающего, что он делает, вот. И Елена, она очень хорошо как раз умеет объяснять простыми словами, потому что это тоже, кстати говоря, непросто. Очень часто, вот с чем сталкиваюсь я, как руководитель учебного центра, мне непросто найти людей, то есть специалистов много, да, но не все специалисты, первое, могут структурировать и рассказать свои знания. Второе, очень сложно специалистам опуститься на тот уровень начинающих и вот этими, ну, элементарными вещами, элементарными словами, как вот мы в жизни общаемся, помочь этому человеку понять вообще, что ему надо делать. Вот, поэтому, конечно, мы, ну, вот это будет наш первый эксперимент, вот, курсы для начинающих, мы его хотим запустить 26 октября, он у нас будет полностью онлайн. Мы вот тут написали, для кого это вообще курс рассчитан, этот курс у нас рассчитан, ну, основной это для начинающих проектировщиков. Вот, опять-таки, из-за нашего опыта, это часто люди-смежники, то есть это, например, проектировщики проектировали воду, да, начали еще проектировать водяное пожаротушение, вот, или там некоторые хотят, проектировали сигнализацию, хотят расширить область своей работы и начать заниматься и пожаротушением тоже. Вот, то есть это могут быть разные проектировщики. И в том числе у нас, опять-таки, периодически приходят запросы от руководителей, которые сами не предполагают там сильно рисовать, да, но они хотят разобраться в том вообще, что человек делает, как этот проектировщик вообще что-то делает и как он принимает эти решения вообще, почему он проектирует так. Вот, опять-таки, когда мы начали дискутировать на эту тему, все-таки, если человек, понятно, да, руководитель, он не будет сам это проектировать, но для того, чтобы разобраться в том, что делает другой человек, надо хотя бы разик-другой попробовать делать этот проект самому. Потому что если вы не попробовали, просто не столкнулись на каждом этапе с тем, что человек делает, проектировщик делает, вот, то сложно потом его проверять. Таких вот курсов или там обучение сделать такую программу просто абстрактно сразу сверху начать руководителя проверять проекты, ну, сложно. Поэтому вот у нас пока такое к вам решение, если вы руководитель, попробуйте вот сами сделать вместе с нами проект, вместе с Еленой, и потом уже разберетесь, как и что происходит. Как, собственно, этот курс будет проходить? Мы будем проводить его в онлайн-режиме, то есть это можно обучаться из любого совершенно города. Будет он проходить в виде видеолекции, то есть у нас будет план, когда у нас будет проходить видеолекция. Ну, это они будут там на час, два, там на три, мы посмотрим, как это будет. Вот, эти лекции будут проходить либо вот в Zoom вот так примерно, да, либо это будет проходить в другой нашей площадке. Вот, они будут записываться и выкладываться в дальнейшем для просмотра, пересмотра. Вот, ну, на этих лекциях можно будет, естественно, задавать вопросы. Вот, кстати, тут, может быть, кто-то даже увидел себя. Это просто скриншот из нашего такого онлайн-обучения. Мы на других курсах делали такие вот мероприятия. Вот, ну, то есть они проходят полностью онлайн, так же, как здесь сейчас мы с вами послушаем, послушали вебинар, так же будет это там происходить. Вот. Самая важная часть этого курса будет в том, что это не просто будет видеолекция. У всех участников курса будет проект. То есть будет выдано задание, которое нужно будет в рамках этого курса сделать. Ну, как получится. Потому что просто прослушать видео лекции и не сделать ничего самому, практика показывает эффект от этого практически нулевой. Пока вы сами, ну, это часто так бывает, я это постоянно повторяю, на всех абсолютно курсах вы всё слушаете, вам всё понятно, всё отлично. Пришли, начали делать, и тут опаньки. Оказалось, что тут мы не поняли, там мы не поняли. Поэтому все основные вопросы, они всегда появляются в практике. Вот, поэтому этот курс обязательно предусматривает домашнее задание, да, которое прямо начинается выполняться с, ну, практически с первого урока. Вот. Все материалы, они будут у нас располагаться на нашей онлайн-платформе, в которой можно зайти в любое абсолютно время и пересмотреть видеоурок. Там же будут ссылки на нормативные документы, вот. Поэтому частично слушатели могут учиться совершенно в то время, когда им удобно. У нас клиенты из разных городов России, в том числе, там, вот мы находимся в Москве, а у нас и из Владивостока учатся. Поэтому мы понимаем, что кому-то так удобно, кому-то и сяк. Вот, если вы не смогли прийти на наш онлайн-урок, да, то, значит, вы потом просто посмотрите его в записи. Вот. И что самое важное, что у нас будет обязательно будет чат, где все участники курса будут добавлены. Это будет свой закрытый чат, чисто для учеников курса, где можно будет, соответственно, задавать вопросы по как раз вот этому проекту. Так как проект будет у всех один, то это как раз, ну, как бы здорово, то, что у всех будут плюс-минус одинаковые вопросы, и они будут оперативно решаться в чате. Вот. Вот если коротко, то примерно так мы планируем провести вот этот вот курс с 26 октября. Если у вас есть желание попробовать с нами, мы уверены, что все у нас получится хорошо, вот, надеюсь, да, конечно, может быть, что-то будет не так, но мы будем максимально прилагать усилия для того, чтобы, да, объяснить. То есть если вот те участники, которые у нас уже учились, они знают, что мы всегда вкладываемся, максимально стараемся, да, на все вопросы найти ответы, что-то доделать, переделать. Ну, как бы, в принципе, по нашему опыту, так как онлайн уже не первый раз, ну, у нас вот эта вот модель, она рабочая. С такими вот практическими занятиями, с чатами она дает эффект. Вот. Собственно, вот если коротко, про курс рассказала. Продолжение следует...